значит настало время охуительных историй на данный момент я нахожусь в пресс-центре канала ютв салаватского филиала и я собирал выпуск новостей то есть с нуля полностью а на этом карте я рендерил для салавата уже выключил на этом рендерится для стрельта много у нас такой дедлайн то 8 вечера 8 вечер уже офис этот закрывается сейчас уже время вот-вот 48 минут я рад как хуй знает кто я успел нормально собрать новости то есть это я делаю впервые обычно я просто поснимаю ну и уже сейчас как бы итак ребят приветствую всех меня зовут саша джиггернаут эйкей самая ленивая жопа на ютубе последние 10 дней меня три раза останавливали гадать по какой причине не замечаете у меня вот в машине светло стало довольно таки по крайней мере вот на передних местах снял на всю тонировку расскажу все как бы определенные такие события получились что ну я решил заказать съемную тонировку и наперед кто помнит у меня сзади боковые ну тоже была съемная тонировка я ее юзал уже около года и за весь год меня остановили лишь два раза я такой подумал ничего себе ну на практике то оказывается тонирование ездить похуй подумаешь я всего лишь за полгода отдал 500 рублей говоря штрафа и мне это понравилось ну я подумал что все даже не буду залупаться там когда меня остановит замерять не буду даже ее сдирать туда выписывается да я согласен но знаете последнее время повторюсь последние 10 дней меня остановили по поводу тонировки три раза объясню это как было сначала еду я в универ а у нас там получается вот на трассе даже вот сейчас по какой я еду трассе есть перекресток ну там поворот на какое-то село так вот там поставили сука светофор на трассе светофор вы понимаете что это для чтобы сделать именно регулируемый перекресток ну ладно и понимаете там в общем-то прямо на самом светофоре встал я не знаю как это наряд наряд короче машина гайцов и я прекрасно понимал что на улице холод на улице на тот момент где-то плюс 5 еще утром ехал поэтому и что ну блин реально спалят если у тебя открытые окна это все это пиши пропало передо мной стоял грузовик камаз и я в общем-то сгруппировался и решил спрятаться за него ну пока камаз начал стартоваться светофора блять тут и меня спалили короче и тормозят я включаю дурочку опустил до конца стекла но получилось так что на десятом семействе боковые стекла они блять ну не до конца опускаются то есть как ты там как ты не старайся не изощряйся то есть оно оно будет вот примерно столько торчать и как раз у меня вот на этом месте ну блять ну тонировка наклеит и ну тут мне это говорит типа права документы все дал и начал мне затирать что у них идет рейд против тонировки как я не знаю против какого-то блять жесткого преступления ну ладно подумал я все у меня как бы проверили доки все на месте и говорят пойдем я тебе побырику протокольчик выкину я такой слушай я тороплюсь на экзамен а у меня реально был экзамен вот я получается немножечко проебланил дома и ну не то что торопился наваливал но времени было впредь и реально вот и поэтому как бы лишнее сидеть 10 минут пока тебе выпишут протокол было для меня неприемлемо так вот я ему говорю типа давай устраню на месте даже замерять нечего вот такой слушай ну а ты где учишься ну назвал университет название о я таких это троих уже оштрафовал давайте тоже побыстрее как протокольчик напишем я говорю тебя нет давай 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 содру он такой окей сдирай вот ну а побырику все склеил расклеил и вот такой спрашивает а у тебя это съемное что летку не не дядь вообще нихуя не съемная просто видишь скомкал кинул просто так это хорошо отклеилось по сути ну кто немножечко шарит в тонировках съемная она как целлофан она плотная ее очень сложно порвать и очень сложно замять как-то чтобы на ней именно остались складки которые ты не растянешь ладони ты реально их можешь разгладить и все будет по кайфу и когда вот именно уже сдирают непосредственно саму пленку обычная тренировка блять какая бы она ни была китайская или американская она рвется потому что она тонкая она она лучше качество идет она не бликует мне нету там каких-то блять замутнений как это в съемной тренировке но она вот сука очень сложно клеится и сложно сдирается иногда бывает даже она сдирается клочками а бывает остается следы после нее он меня отпустил отдал документы говорит ну ладно разу что содрал окей я доехал в универ в это время как раз ушел дождь говорю же погода холодная ну и как раз я благополучно сдал один зачет и думаю блин обратно домой ехать растонированным ночью пошла что взял короче лист вот этот съемной тренировки у себя на руках как ребеночка подержал немножечко под дождем и прям вот как есть вам сюда взял короче потом карту сбербанковской это реклама разгладил ей все неровности выгнал воду и поехал домой все вот грубо говоря это у меня заняло минут пять и очень кустарных условиях то есть я не обезжирю поверхность ничего может быть да это как-то и выглядел по безалаберному то есть я ее там где-то кое в каких местах не аккуратно наклеил там она пузырилась в дальнейшем но похуй то есть это уже знаете меньше кемпра нежели чем с обычной тренировкой которая рвется как сука повторюсь ну и окей продолжение ситуации тут я знаете поверил в себя и подумал аха значит если так легко избежать штрафа то ебану-ка я себе лоб тоже съемной тренировки заказал короче за 1200 рублей съемную тренировку комплект как комплект чтобы вырезали десятку 15 процентную съемная тренировка это я вам объясню что это такое это это намного муднее и меньше света на просто пропускает чем обычно мне еще сам продавец говорит тебе точно надо 15 процентов это же пиздец ночью ты вообще ничего не увидишь я такой ладно давай я ее в жару буду клеить ну чтобы в салоне ничего не выгорало так вот доставили мне ее грубо говоря через день ну и душа короче по это не выдержала я ее побежал клеить ну конечно же в этот раз было все на мази я взял ну и думаю все сейчас буду блять самым опасным в городе тонированный в хлам с елной тонировкой вот и все будет у меня пока затонировался я делаю это было вообще вечером ну и подумал в принципе нормально то есть да окей непривычно я иногда вот делал вот так вот чтобы получше разбегтеть казалось бы у тебя улучшается только яркость что ты вот так вот близко прислонишься к стеклу тебя ну ничего не изменится по сути но почему-то я себя убеждал в том что вот если вот так вот получше посмотреть получше сосредоточиться то ты увидишь темные участки окей я поездил сутки с тонировкой ну и тут в один прекрасный момент мне надо было заехать в клуб поговорить по поводу меню у них там в общем дизайн поменялся и надо им все это перерисовать подкатываю думаю сейчас опыт хочу к ним а у нас получается сам этот непосредственно клуб находится на пятачке то есть как это называется вот в каждом городе сука есть какой-то один главный перекресток где все собираются я не знаю как это объяснить вот грубо говоря вот как московской к примеру смотровая площадь ну это я такое конечно же ого-го какой пример привел у нас это тоже самое то есть вот этот именно перекресток там и таксисты собираются и рядом площадь там и вот все там шоума короче продаются круглосуточно в общем рай блин ну и получилось так что там поворачивая общем туда я лоб тонировал слабину мне очень неудобно ехать сука начался дождь я такую историю вам хотел запопахать ладно запопаху я вам ее на обратном пути потому что сейчас